Самое главное в этом процессе курочка. Я купил куру замороженную из Краснодара в мясной лавке на Брон. Она ночь постояла в холодильнике, разморозилась и получилась... Сейчас я покажу. Вот такая очаровательная. Вот такая очаровательная, практически ощипанная курица. Когда вы покупаете охлажденную курицу, нужно сделать одну простую вещь. Нужно ее понюхать. Она должна пахнуть вот таким свежим молочно-мясным ароматом. То есть она не должна пахнуть, от нее должен исходить аромат. Вот она здесь очень аккуратненько выпотрошена. Даже остался вот такой вот жировой кусочек. Так, мы ее сейчас купаем, эту курицу. Я ее сейчас аккуратненько искупаю. Можно, в принципе, можно это сделать даже со средством, со значком ЭКО. Пищевые продукты можно этим средством запросто мыть. Вот. Курицу помыли. Внутри, как следует, все тоже промыли, прочистили. Промыли, прочистили. Очень хорошо разделана курица. Очень хорошо разделана курица. Вот. Промыли хорошенечко. И идеальный вариант на час ее положить в емкость. Можно в ту же кастрюлю, в которой вы варите суп. Можно ее положить и на час залить водой. И тогда из нее выйдут всякие там ненужные, всякие лишние вещи, компоненты, элементы. Вот. И можно смело варить ее, если она прижит час-полтора в воде. Слить эту воду, налить из фильтра новую. И тогда есть один нюанс, который мне очень нравится. Если вы хорошо помыли курицу, она полежала у вас в воде, можно запросто тогда не сливать первый бульон, который вообще принято сливать, когда вы варите суп. Особенно из курицы. Потому что внутри могут быть антибиотики, гормоны роста. Но поскольку это цыпленок, это не курица, она молодая. Здесь едва ли гормоны роста всякие присутствуют. Вот. Они обычно есть в цыплятых бройлерах. Вот уже какого цвета вода, желтоватая. Вот она. Это говорит о том, что лучше курочки здесь повалятся. После полутора часов нахождения в емкости с водой, я ее положу в кастрюлю. И добавлю две морковки, ой, две, извините, две картофелины большие. Можно побольше положить. И одну луковицу. Можно готовить щи из свежей капусты и курицы двумя способами. С зажаркой и без зажарки. Обычно без зажарки готовят холостяки. Такой холостяцкий, вкусный, наваристый, полезный и ароматный суп. Ароматные щи. С зажаркой делать чуть сложнее, но тоже элементарно. Мы берем одну луковицу, одну морковку. Луковицу мелко нарезаем. Трем морковку на терке. Ставим на огонь и с небольшим количеством масла мы это все хозяйство обжариваем. Можно еще добавить, нужно не пасту, а можно два мелких помидорчика или один большой добавить, чтобы не класть ароматную пасту. Помидор придаст цвет и тоже аромат. Еще раз, зажарка лук, морковка натертая и пару помидорек. Чуть-чуть, буквально 5 минут обжариваем. И потом, когда суп уже, наверное, варится час-час 15 бульон, мы туда это сгружаем. Но, не забываем про капусту. Вот у меня вот такой качан, обычной белокачанной капусты. Она плотная, у нее большая кочерыжка вот такая вот. Нужно снять где-то 5-6 слоев, чтобы гарантированно в капусте не было червячков. Вот я что-то попытаюсь посмотреть на свет. Черные точки, вот черные точечки, это насекомые. И насекомые есть практически в 100% капусты. Поэтому верхний слой нужно обязательно удалять. Вы даже можете посмотреть на свет. Вот такие вот черные точечки, это и есть паразиты. Мы снимаем. Можно не очень мелко нарезать капусту острым ножом. И все это тоже перед тем, как мы добавляем зажарку, мы сначала опускаем капусту. Все очень просто. Вот такой рецепт. Спасибо. Спасибо. Спасибо.